Ребятки, хелло, как говорится, приветствую вас в городе Стамбуле, Турция, месте, куда в марте-апреле 2022 года переехали тысячи наших соотечественников. Прямо сейчас Стамбул это еще и отличное место, чтобы добраться в любую другую точку мира, то есть прилетаете в Стамбул, дальше пересадка и практически в любую страну отсюда можно улететь. Нас интересуют цены на гаджеты, все-таки мы прежде всего канал про гаджеты и в Стамбуле, только в Стамбуле, между прочим, три официальных магазина Apple Store. Пойдем посмотрим, что к чему, стоит ли заморачиваться, ехать сюда, покупать здесь или можно купить технику там, где вы живете. Что к чему, обзор цен на гаджеты и не только, поехали. А, стоп, поехали, подожди. За нами Гранд Базар, Гранд Базар, легендарнейшее место, с него и начнем. Рассказывать о городе, наверное, нет смысла, потому что открываете вот гугл-карты, какие-нибудь достопримечательности Стамбула, там половина отзывов на русском языке, то есть экспертов и людей, которые здесь давно живут и знают много, что о городе, их на самом деле хватает. Тем не менее, несколько самых интересных фактов. Город основан 29 мая 1453 года, речь идет конкретно о Стамбуле. До 1930 года он назывался Константинополь, ну а раньше на этих землях был древнегреческий город Византии, основанный еще в 667 году до нашей эры. У нас есть хорошие кадры коптера в Византии? Нет? Фоток не сохранилось много. Так вот, площадь нынешнего Стамбула 5343 квадратных километра, население около 15 миллионов человек, национальная валюта лира, курс примерно 1 к 5. То есть за одну лиру вам нужно отдать 5 наших рублей. Карты не работают, имейте в виду, в смысле наши российские, надо приезжать с наличными. Разумеется, стоит отметить стратегически важное географическое положение Стамбула. Город находится на обоих берегах пролива Босфор, между Черным и Средиземным морем. Но, естественно, еще один интересный факт, о котором многие забывают, что Стамбул это не столица Турции. Столица Турции 1923 года это Анкара. Как вы знаете, обычно мы начинаем такие материалы с магазинов Apple. Здесь все будет по-другому. Прямо сейчас, рядом с нами, вот только вот в этом небольшом районе, 11 магазинов Xiaomi. Снимаете? Снимаем. Смотрю вас. Серьезно? Да, да, да. А вы местные? Да, местные. Здравствуйте, а как вы так хорошо на русском говорите? Я на Украине много живу. Правда? Да. Ну, понятно. Давно здесь снимаете? Что снимаете? Да вы только приехали, цены, где айфоны покупать? Айфоны покупать, айфоны покупать. Но это вам надо спуститься на трамвай, если рынок. Рынок, как называется? Называется DoguBank, там вся электроника. Но не новое, там не все новое. Это то, что нам нужно, мы хотим сэкономить. А там китайцы разные, айфоны, айфоны. До? До Губанка. Класс. Это вы нас очень вручили. Как вам в Стамбуле? Стравится? Я уже где-то 7-8 лет. А чем занимаетесь? Всем? Всем? Да. Хорошо. Я побежал. Да, спасибо большое. Спасибо. Хорошего дня, всего доброго. До Губанк. Давайте все-таки по порядку. Я не знаю, кому покажу. А у вас самсунг, я смотрю, да? Да, да. У меня все в самсунге. 10-й, 8-й. Всего доброго. Спасибо, удачи вам, счастливо. Так, как обычно, все пошло не по плану, но информация полезная. Давайте по порядку. Начнем с магазинов Xiaomi. Чтобы туда попасть, нужно пройти весь Grand Bazaar, практически весь насквозь. Это будет интересно. Идем. Может, и там что-то интересное увидим. Айфонов пока не видно, странно. То есть, все традиционные товары. Ух ты, смотри, как красиво. Много, что хочется купить. Вот оно не просто ширпотреб какой-то, а оно вот качественное, местное, со вкусом. Есть что-то интересное. Майк. А? Чутишь на английском. English, English. Несколько интересных фактов о Grand Bazaar. Это один из крупнейших крытых рынков в мире. Его начали строить в 1453 году. И много здесь сохранилось, как видите. Ну, не все, но много. Grand Bazaar расположен в старой части Стамбулон и занимает площадь 30 700 квадратных метров. Но, мне кажется, цифра не точная, потому что мы вот 30 минут шли к Grand Bazaar, и все это время был тоже базар. И сейчас мы на базаре, и 30 минут после базара тоже базар. То есть он постоянно разрастается. Как пишут здесь, 66 улиц и более 4000 магазинов. Но если вот насчет улиц информация, мне кажется, более-менее точная, потому что, ну, улицы так быстро не пристроишь, то вот количество магазинов явно увеличивается... на стиле, на стиле. Явно увеличивается в геометрической прогрессии, мне кажется, и очень быстро. И да, Grand Bazaar это то самое место, по крыше которого ездил Джеймс Бонд. О, халло, how much for a шаурма? 100 грамм 40 лирам, 150 грамм 60 лирам. Это чекен? Чекен. Вот тут он многогранный. Можно увидеть его с пальмами, с морем, с хорошей едой. Так. Можно увидеть вот эту суету. Да. Можно увидеть вообще в африканский квартал попасть. Да ладно, за кейс. 74 национальности, народности проживают помимо граждан Турции. И помимо этого всего где-то в Стамбуле 35-30 миллионов жителей. Вам прям нравится здесь? Ну конечно. Серьезно? Да. А сколько нужно денег, чтобы вот в месяц, чтобы здесь комфортно более-менее жить? Арендовать квартиру? Ну, какая для кого? Семья, если ребенок. Семья там с одним ребенком. А 300 долларов и выше аренда квартиры, это без мебели. Ну это терпимые деньги. Со всеми условиями. Так, 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 осторожно. Едет сейф, что ли? Едет сейф. Два сейфа. А машину купить сколько стоит? Машина дороже, чем в России, дороже, чем в Европе. Почему? И так же самая техника на дороже. Телефон, допустим, если вы приобретаете телефон в Турцию, вы его не растамажите. Если вы приехали как туристы и хотели остаться здесь, вы скажите что, получить, то через 3-4 месяца его блокируют. Вы можете использовать ни симку, ни местную, ни... Много нюансов. Да, то есть надо как бы регистрировать. Нет, ну есть много нюансов, они простые, если как бы человек знает, что для аэропорта жить. Понятно. Ну, мы пойдем на рынок, телефоны посмотрим. Пожалуйста. Хорошего вам дня. Спасибо большое за деленное время. Спасибо, всего доброго. Вот смотри, пробка рассосалась. Где-то здесь есть магазин, который называется Xiaomi Global. Ооо, пупырчатая пленка. Раз, два, три, четыре. Это все пупырчатая пленка. О, ёпстуды. И правда, слушай, реально, Xiaomi магазин. Вау. Так-так-так-так-так-так-так. Redmi 9T. 3950. Redmi 9C 643. 3 310. Redmi 9A. Самый дешевый. 9A самый дешевый был? По-моему, да. 2 790. Ну, тут ассортимент огромный. Абсолютно. Тут есть все. Лампочки, самокаты, фены, пылесосы. Mi Vacuum Plinner G9 3999. Вакуумный пылесос. О, наушники. Не понял. Это же iPhone. Странно. 3 700. Apple AirPods Pro. Apple iPhone 12. Просто 28 гигов. 20 тысяч. 899. Внизу. iPad 9. Это 350. Памятий 64 гига. Wi-Fi only. Вот такой нежданчик. Lenovo. Тут, дай бы, типа, не пошли. И так сойдет. Пошло-поехало. iPhone, Lenovo. Все подряд. Mi Watch 2. 1050. И Mi Smart Band 5. Стоит 500 бир. Вот такой. 620 стоит 6. Ситуация примерно понятна. Даже вот, пожалуйста, iPhone есть. Это первый был. Первый из 11 магазинов Xiaomi, которые здесь есть. Погоди, я загуглю. Сейчас рвешки. 55 секунд. Переклонная пауза. Адрес найду. И идем дальше. Сегодня у нас кое-что по-настоящему интересное. Это технологии и искусство в одной коробке. Перед нами набор для создания картин из нитей по любой фотографии. Называется RingString. Как это работает? Заходите на сайт ringstring.ru, загружайте свою фотографию или выбирайте ту, которая понравилась в галерее. И получаете персональную инструкцию, как собирать. Инструкция, кстати, голосовая. Продолжаем. Озвучено профессиональными дикторами. Можно выбрать мужской или женский голос. Скорость, фоновую музыку и язык. Процесс сборки – это настоящая медитация. Голос называют сектор и номер гвоздика. И так, шаг за шагом, создается картина. В комплекте RingString сразу все, что нужно для создания картины. Вот такое вот панно, разделенное на сектора с заранее сбитыми гвоздиками. Есть мононить и подставка для нити. И даже удобная подставка для смартфона. Коробка трансформируется в удобный мольберт. А картину после сборки можно поставить или повесить на стену. Хороший ли это подарок? Однозначно. Более того, от нас для вас скидка 15% по промокоду 808. Специальная ссылка уже внизу. Продолжай. Ребешки, огромное спасибо, что посмотрели. Специальная ссылка внизу. А для тех, кто посмотрел внимательно и смотрит сейчас это, вот вам бонус. В этом видео будет аж два конкурса. Так что рекомендуем внимательно досмотреть до конца. А потом еще... Сейчас, сейчас, сейчас. Как многие из вас знают, у нас есть классный телеграм-канал. Рекомендуем подписаться. Так вот, второй конкурс будет в телеграм-канале для наших подписчиков. Второй магазин Xiaomi. Идем дальше. Автопарк в Стамбуле выглядит примерно вот так. Toyota, Sankyong, редкая новая BMW и пятерка. Volkswagen, редкая новая BMW трешка. Megane, Skoda, Ford, Uga, новая. О, KFC, нифига себе, да, козайдем. Нургер какой-то там, а серии есть за 45 лир. Твистер, вот, твистер, это я знаю такую штуку, хотя я не раз не пробовал. Это был 40 лир, Big KFC-бургер, вот, 45 лир и двойной 75 лир. How much for Pepsi? Seven. For small one? And for large one? Ten. Ten, thank you, alright. Так, сказали вот здесь. Вот он, есть, вот впереди. И так, это 10 тысяч лир, iPhone 12 mini, 64 гига. Это явно БУ, сильно БУ. iPhone 6s, 16 гигов, 17500. А, 1750. Шестой iPhone. Это получается меньше 10 тысяч рублей, что ли? iPhone 12 Pro Max, 128 гигов, 15200. Я, правда, так и не понял, где тут Xiaomi. Are these phones used? Used, not new, right? Used phones. Yes. What about warranty? My phone? Yes. No problem. Yes. This here control. Ага. Sim card and YouTube IP. And normal. Sounds very good. Very good. Thank you so much. Thank you. What's the name of this store? Pro? Pro Shop. Pro Shop. Thank you. Pro Shop. Thank you. How much for a bike? $3,500. $3,500. Is it the lowest price? The lowest? Cash. 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 Oh, wow. Wow. Nice. Wow. Thank you. Thank you. Ну, тут великов много. Зарядочки вот всякие. Airpods. Настоящие. Где продавец? Где? В смысле? В каком низу? Oh, YouTube тут будет. Там вообще подвал. Ну, тут всякие стиралки, посудомойки, плиты, пылесосы. Фотики, фотики, фотики. Кто-то еще фотиками пользуется, кроме нас? Там коптера? О, точно. How much for a Mavic 3? Mavic 3? Yeah. Single, combo. Single. The lowest price? If cash. Lower? Good. Thank you. Thank you. Ну, прям так, с полкинка 500 лир скинули. 37 500 за треки Mavic. О, гляди-ка. 4100 iPhone 7 Plus. 20 тысяч? Ну, что-то не дешево. Там за 10 продавалось. Переходим. Мне вообще нравятся магазины Xiaomi. Первое, что в них видишь в Стамбуле, это новые iPhone. Hello? Excuse me, how much for this phone? 2,500. 20? 7,500. And how much memory? Alright. And this is 13 iPhone 13? 13 Pro Max. Alright. And the AirPods Pro? Pro. Pro? 4,000. 4,000. The newest one? Yeah. Thank you. Alright. It's been a long time. iPhone 11 64 GB. На гарантии написано. 9,2,700. Hello? No camera? No camera. For? For? What? Alright, alright. Okay. Okay. No television. No television? Okay. Okay, thank you. Thank you. Подошел охранник. А выглядит что? С того самого телевидения? Он говорит, не, он говорит, а, тогда нормально, снимайте. Часы, калькуляторы, планшеты, телефоны, зажигалки. Давайте спросим новый iPhone. Hello? Excuse me. What's the price for new iPhone 12? Alright, 15,000. Thank you. Рынок большой. Там еще второй этаж. Внизу есть подвал. И вот полно-полно вот таких палаток. То есть, на самом деле, если нужна реально низкая цена, и вы умеете торговаться, вот вам сюда. Круто. Рынок прям в центре города. Но в торговый центр и в Apple Store, где все официально, все прям новое по чеку, мы тоже зайдем. Смотрите. Balenciaga продается. А где продается? How much for this? No, for this? Like in Balenciaga, like Adidas. 300 грн. Is it original? Not original. Copy. Is it good copy? Copy, I don't know. 300. This one, very cool. Aha. 300. Plast, some plastic. Alright. Plastic? Yes. How much for this? It's only 480. 480. Ничего себе! Сто лир сразу кинули дисконт! Вызовем такси, надо доехать на такси, тут работает Uber, есть какие-то местные приложения, но Uber это из знакомых интерфейсов. Ехать 20 минут, цена ориентировочно 60 лир. Какой салон! Вау! Ахва, English! Великолепно! Спасибо, красивый салон! Спасибо! Вау! Да, очень хорошо! Сколько? 55 лир. Хорошо, это для тебя. Спасибо! Удачи! 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 Чиз стоит 47 лир. Просто публикует, ничего не видно. Дабл Биг Мак такой есть. Гамбургер стоит 29 лир. Такой одинокий пончик. Привет! Чиз бургер настоящий, из Макдональдса, оригинальный. Что-то мы посчитали? 70 лир. 6,7 лир. 420 рублей. По 210 рублей за этот комплектик. Недешево, недешево. Ну, какие цены за Макдональдс? Не жалко. Сами понимаете, Макдональдс. Сейчас перекусим и идем дальше. О! Магазин! Один из самых популярных продуктовых магазинов сетевых. Типа нашего Перекрестка. Пятерочки. Сахар продается. Сахар есть. Печеньки. Орео. 17,58. По какой-то клубной карте. Ну, если вы здесь живете, то явно стоит ее завести. 1,5 литра воды. 6 лир. Все есть. Вискос. 25. А почему вискос стоит столько же, сколько Pedigree? Гель для душа. 5 лир. Вот. Полмалифт. 30. Блин. Как так может быть? Разница в два раза почти. 69 и 34. Какая цена? Первая цена? Дисконт. Дисконт? Да. Как я могу получить этот дисконт? Мегроскот. О, реально? Спасибо. Ничего себе. Ну, я просто первый раз вижу такое, что... по карточке почти в три раза дешевле. Может, гель зато для душа. И водичка. Пол-литра. Без газа. Вода стоит 9 лир. А полтора литра стоило 6. Видал? А хлеб сколько стоит? Во. Вот такой вот стоит 10 лир. 10.90. Слушай, интересно. Банкоматы. Дай попробуем. Вставляем. Смотри, даже русский есть. Ну, окей. Русский. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Это я заметил уже, знаете, давно, что что-то пошло не так. Хорошо. У меня есть карта Мир. Он даже говорит, иди нафиг с такой картой. Я тебя видеть не хочу. Написал. Ну, давай другое попробуем. Даже в меня не выдает зайти. Вообще классно. В отпуск ездили. Отдохнули. На корабле покатали. Супер. Хорошо, что мы сделали карту запасную в другом месте. Воу. О, смотри. Какая-то селедка плавает. Вот круизный стоит. Вон там, впереди. Восьмиэтажный. Так. Один проход. Пятнадцать лир. Так себе автоматик. Насколько не делаешь. Вот это. Вино. Это не пассков. Уже. Ну, профессор. Говори, уход в бардей. Ага. Пятнадцать лир. Наши. вы богаты билет лежит нифига си маршруточка смотрите трехэтажная о другое дело только высадились на берег и сразу удача iphone altes altes и тюкеш дра о райаре и окей окей ага 1200 машка вакабирси а и И сколько? Спасибо. Здравствуйте. У вас есть Sony PlayStation? Да, у нас есть... У кого? 3... PlayStation 3. 3? Да, у нас есть PlayStation 4. У нас есть PlayStation 4. У нас есть PlayStation 4. У нас есть 5. Сколько для 5? 14 тысяч. 14 тысяч. 14 тысяч. Это новое? Да. Спасибо большое. Здравствуйте, здравствуйте. Как вы живете? Хорошо. А вы что тут делаете? Работаете? Вы же повар, видимо? Да, повар. А что вы где готовите? Здесь. Прямо наш... Недавно открылись. Классно. Японская кухня. Японская кухня? А вы откуда? Из Киргизии. А вы где покупаете? Вещи? Технику. Технику? Да. Технику я из России покупаю, конечно. Серьезно? Да. Вы туда прям ездите, покупаете, возвращаетесь? Да. Или заказываете? Нет. Езжу иногда, иногда заказываю. Так дешевле получается? Так дешевле. А почему? Когда чужая техника приходится, прибивают, они как бы чипируют ее. Да, 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 да. А это денег стоит? Это где-то 500 долларов стоит. А, ничего себе. Да. А там сказали, что телефон могут заблокировать, если вы там нигде не регистрировали. Ну да, да. Три месяца где-то у вас есть время, чтобы использовать его чужой телефон. Не турецкий, а там. То есть, если я купил телефон в Киргизии, привез сюда три месяца максимум? Три месяца максимум. Нифига себе. Потом отключается автоматически. А если я обратно вернусь, он там заработает? Ну, там заработает, естественно. Включится. Но здесь не сможет как бы кончивать. Машина у вас есть, если не секрет, здесь? Да. Своя? Купили здесь? Да. Допустим, Volkswagen Polo я покупал в России за миллион сто, здесь два миллиона стоят. Так а зачем? Если так все дорогое, что вы сюда переехали? Ну, здесь зарабатываете лучше, побыстрее. Подвечернее взять и подороже продать. Ну, у вас ресторан-то он же не торговля, а все-таки общепит, питание. Ну, конечно. И все равно больше зарабатываете? Все равно больше. На туристах? На туристах, конечно. Как вас зовут? Альбек. Очень приятно. Ладно, пойдем. Конечно, конечно. Айкончик у вас на 13 Pro, видимо, да? 13, да. А где покупали? В России. Понятно. Таак. Вот такое. Такого шопа. Такого шопа. Hello? 24. 24. 20 000. И... Intel Core i7. 1100 поколений. i7, 11700. 6500. 6500. 6500. 20 лир. Спасибо. Это женские. И чуть не верят, что это оригинал. Ну, судя по цене оригинал. 699 лир. И вот такое. 960. Вот. Со скидочкой. Apple Store официальный. Один из трех Стамбуле. Поехали. Так. Ребежки нас конкретно пристанули. Заставили удалить файл. Сказали, удаляйте. Прямо крайне стоял. Удаляйте. Мы удалили. На камеру снимать нельзя. На телефон, пожалуйста. А то, что телефон пишет те же 4K60 кадров, никому не волнуй. Короче. Apple Store. Класс. Так. iPhone 13 mini. Тут в лирах все. 17499 лир. О, зеленый. Смотри как. iPhone 13 Pro. 24 990. Провода. 309 лир за провод. Полметра. USB. Lightning. Hotsi Pro. Стоит... Блин. Просто тут надо с этим... 4... Вот это вот цена. Вот. 4 499 лир. iPad mini. 9 299. Так. Теперь осталась одна. Автомобиль. Ехать туда 40 минут. Погнали. Наша. Hello. Google. English. English. Y'all. Да, окей, 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 на самом деле это проблема, то есть вроде английский знаешь, вроде это Стамбул, но вот ты выясняешь человеку, что ты не понимаешь по-турецки, ну не понимаешь, а вот он говорит, говорит, говорит и говорит, и возникают какие-то ситуации, когда вот нужно дать какой-то ответ, то есть он прям настойчиво что-то спрашивает, вот прям карту показывает или там место какое-то, а ты не понимаешь. Google Translate там, да, можно использовать, но, во-первых, не всегда есть связь, бывает и такое, бывает и такое, а во-вторых, вот они некоторые смартфонами там не пользуются особо, там только вот приложение открыто и все. Короче, ладно, а это рынок был у автомобилей. Ух ты, ё-моё, смотри, тут поляна какая. Ну что, давайте, с чего начать, глаза разбегаются. О, наш вариант, наш вариант. 150 тысяч лир, готов ты еще столько же на ремонт запчасти, и этот автомобиль ваш, 97-й год, 270 тысяч пробега, 8-й год, автомат, 264 тысячи. Театр пункта 173 тысячи. Три вешки, смотрите. Можно взять покататься. Бесценника, открыто, на механике. 899 тысяч лир, ого! Это сколько? Почти 5 миллионов. Пробег 80 тысяч. 1,6 дизель, 18-й год. 5 лямов. Офигеть. Можно квартиру купить. Погоди-ка, погоди, погоди. Добыть такого не может. Это оно? Это реально оно? Ребятушки, посмотрите. 74 тысячи. Осталось, перезут из машины сзади. Тебе чуть не переехала тачка только что. Отойди, отойди, он сейчас тебя точно переедет. Он сюда хочет, видимо, зарулить. Так, отвлеклись. Воу-воу-воу-воу. Вон, прям вот там миллиметр оставался. 2007 года. Lada Vega это здесь называется. 74 тысячи лир за Lada Vega. Опа! Стеклоподъемник даже электрический, видал? Это тебе не это самое. Вот так вот. И на саморезик тут все прикручено. Прямо так. Это одного цвета. Это второго. Это третьего. А это еще одного, видишь? О, на газу машина-то. Какой язык? Инглейс. Нет. Нет. I don't understand. Трешки, вот такая вот ситуация. Цены в Стамбуле. Показали и рассказали все, что увидели сами. Все, что нам посоветовали. И все, что нам подписчики писали. И мы нагуглили. Конкурс. Значит, будет у нас три конкурса. Первый к этому видео. Один комментарий по теме этого обзора. Второй будет в Телеграме. Ссылочка внизу. Обязательно подпишитесь. Конкурс только для... Что там время? Какое-то, да? Конкурс в Телеграме, а также конкурс в группе ВКонтакте. Все ссылки укажем внизу. Три гаджета, показанные в этом видео. Это не оно. Нет. Это не будем разыгрывать. Три гаджета разыграем. Какие? Сюрприз, но это будут хорошие гаджеты. Поверьте. С удовольствием почитаем ваши комментарии. Привет, Истамбула. Пожалуйста, будьте вежливы в комментариях. Это очень важно. Времена непростые, поэтому все понимаем. Или хотя бы стараемся понять. Ждем ваши комментарии. Привет, Истамбула. Увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok